итак ребят сделали небольшой перекур вот диман подъехал диман какая-то мягкая а вот это здорово здорово дима но он состоит компания меди хватает и у нас перекуры михалыч смотрите ребята помните мы на раскопках откопали вот такой знак и смотрите как михалыч его сделала прям я не знаю умелец на все руки шикарная вещь вообще начать красота и вы знаете диман пришел и вот насчет этого креста ребят сказал то что это не обычный крест это изначально были инклопионы потом вот этот переходный крест причем он сказал что это был мужчин здесь мощи были это раз во вторых он сказал что это семнадцатый восемнадцатый век потом только пошли киотные кресты ориентируя ребята если у вас будет попадаться вот вот эта вот петелька оглавие всевышнего бога и это кресты 17 18 лет запомнили так что имейте ввиду да если пишет если знаете про такие кресты пишите может мы и не правы зачет но жара ребята жутко мы с кем-то купаться ходим михалыч он ему по барабану он как он знаете рабы неузаура там были до мексиканский фермер смотрите какой он загорел его солнце вообще не берет это мы вам с диманом поганки сейчас будем тоже загорать мексиканский фермер мексиканский фермер ему вчера подогнали вон шапочку он действительно как мексиканский фермер ладно у нас ребят вон там фундамент неплохой между прочим михалыч там царь к поднял 24 поднял что-то еще советики поднял и мы сейчас туда отправляемся уже втроем фундамент дает много монет вот очередная монетка зелененькая и это у нас царская наверное нет не царская то копеечка копейка скорее всего 24 года может на тру 25 ребят был бы класс вообще ну не знаю пока не видно сейчас буду тереть и тереть чё это может быть и двадцатка не знаю посмотрим ребят еще раз интересная находка находка вот такой вот образок не лопатер и видно великий святой и походу это мария что ли до походу зачетно еще несколько было монет советики я вам не показываю только интересно интересно ребят поторопился включать камеру трешка только что было и смотрите торцом торчит это металлоискателем нашел вот такая монетка была не копейка двадцать четвертого а трешка а это у нас вот видно 30 какой-то тридцать четвертый что ли это же по моему трешка трешка или пятак и так пятачок пятачок 54 походу до герб старый ой новый пойдет 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 две монетки из одной ямки 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 опять ребята поторопился выключать камеру еще одна была прозвонка и также выпала монета по размеру наверно 10 копеек все таки они пятнашка пятнашка 52 пойдет три монеты на одной прозвонки из одной ямки с отчетно кстати может быть еще и так ребята нас спасает только вот этот ручей через каждые полчаса мы ходим сюда целепаться потому что даже ветерок не спасали на солнце наверно все 45 так что мы доходим сейчас мы с кингом как вы знаете собаки немецкие овчарки жару переносит очень тяжело вот и нам приходится немножко освежать влюпается засранец мой мальчик да кингуль кинг передать привет кингука в общем вот такие вот у нас пироги дэн приехал так что я думаю теперь находок будет еще больше диман пока ничего не откопал дэн ничего не откопал но думаю все впереди смотрим ставим кингу лайк он михалыч мексиканец и так ребята солнышко уже начинает немножко приспускаться это уже вечер днем ничего не снимал потому что была жара пацаны фундамент добили дэн уехал но приехал еще и андрюха ходит по верхам с аськой здесь вот зацепил две копейки советские и решил взять ванишь по верхам походить раз аська верховую подняла ванишь вчера тоже был день с верховой монеты с царский сегодня вот ванишь верховой поднял пять копеек сорок шестой год здесь вот двушка здесь пятак по ходе здесь вот фундамент он михал чем там зашурфился железо там собирается стекла полным всякого но монет нету михалыч у тебя там все есть железо керамика стекло все но монет нету вот здесь вот михалыч монеты здесь магнита здесь двушка здесь пятак ну непонятно но монеты ладно кстати вот там он ребята вы удивитесь что за животное вот ребята пишем в комментарии что это за животное это задрал что-то подсказал блин представляете ребята мы не где-то не в кишлаках не в аулах у нас вот такие здесь животные есть это ребята осел или ишак да ишак ишак говорят ишак вот так вот итак ребят немножко железо здесь накопал именно вот на этом участке здесь вот наверное получилось килограмм 10 прям с маленького эпицентра порядок стоит здесь и я предполагаю что этот дом принципе смотрите засыпочка такая неплохая и он там у меня был хороший сигнал и это у нас ребят смотрите царская копейка лопатой засадил немножко 1869 год такая вот копеечка лопаткой вот видите на сверху шеркнул верховая ребята верховая ладно у нас скоро женька должен приехать ребят вот только что отснял показал копейку михалыча был сигнал но я как бы и вот смотрите в камушке как лежит папа вот на монетка монета трешка трешечка вот так вот две верховых монеты я думаю здесь надо пошукать поплотнее и так и так ребят как вы видите за бортом у нас уже ночь у нас приехал женька привет приезжай в общем ребята михалыч на старом шурфе пацаны на том где я поднял крест и я сейчас возьму с собой вот этот сиденье возьму с собой камеру и буду просто наслаждаться копом ведь человек любит смотреть на три вещи как течет вода горит огонь и жень как работают другие да будьте здоровы так что ребята сейчас я возьму стульчик пивасик и буду снимать то что пацаны откопают то что ребят жара плюс 40 это просто днем был наверно от я здесь не был я приехал час под вечер шикарно вообще я не знаю как ребят здесь везде не копали на нас ребят спасло ручеек который я вам снимал вот 30 минут копаем и на ручеек 30 минут копаем и на ручеек так что мы как бы эту жару обошли 40 градусов ребята в теней а на солнце наверное все 45 а то и поболее так что приятного просмотра что ночью откопаем вы увидите погнали ребят у меня сейчас восторг был вы наверно не слышали но пацаны и подтвердят я такую бутылку ребята первый раз вижу смотрите какая красивая смотрите какая форма бутылки надписи нету но но бутылочка вообще смотрите какая ух ты вот диман сегодня ништяк отработал вообще смотрите как красивая целая не сколов ничего не пробка есть такая дом вообще блин огонь смотрите какой блин блин такая синеватая такая вообще ну вообще ништяк было бы надписи вообще блядь супер был бы ну диман поздравляю спасибо две бутылочки щас поднял вообще огонь вообще ребят начнем шоу смотрите как ты копают со стороны это будет выглядеть как безумные люди ночью копают яму находок по монетам нету вообще но люди копают зачем почему от чего непонятно со стороны будет выглядеть очень очень дико но это ребята хобби хобби в поисках сокровищ итак ребят я не смог удержаться тот фундамент где крест был парни бросили в разные места убежали там вот туда убежали женька по моему там где-то и я продолжил у них монет не было но у меня вторая вторая двушка это у нас двушка не знаю какого но это двушка это однозначно но я начал снимать не из-за этой дужки а вот из-за этого смотрите какой мачете я откопал вот такой здоровый мачете чего ему рубили хрен его знает я не знаю прям кинг прекрати вот таким мачетом как кого-нибудь зарубишь это вообще хренеть да уж за счет джейн чё там ничего пуговичка 1 если меня две двушки и вот такой мачете блин я думаю надо это ладно посмотрим ребята находка очередная ну я скажу сенсации джейн попробую поднять наверх но джейн здоровый пацан с трудом с трудом ее подел сколько она же не весит а я не за тяжелый вот это вот ребята находка я не могу ребят это старинная старинная гиря ребята а сейчас поговорим об этой находке о нашей гири вы скажете чего в ней интересного а я вам скажу что есть итак первыми весовыми мерами древней россии были денежные единицы изготовлены из серебра древние меры веса были гривны сто шестьдесят и двести грамм а с 12 века появилась такая мера как пуд шестнадцать тридцать восемь килограмм берковец и золотник затем появились лот фунт доля и многое других до семнадцатого века торговые гири преимущественно были железными и имели форму восьмигранные призмы в конце семнадцатого века их стали отливать из чугуна в начале восемнадцатого века на гири их начинают появляться украшения кромки восьмигранного тела гири стали подвергаться округлению в начале девятнадцатого века стали появляться гири конической формы чуть позже чугунные гири стали отливать шарообразными наряду с чугунными и железными гирями существовали медные бронзовые фарфоровые и разновесы весовая мера в то время была не идеальной и по указу петра первого начинает проверять торговые меры и весы дважды в год дабы упредить в том воровские умыслы в 1892 году работу государственной службы мер и весов возглавил дмитрий иванович менделеев под его руководством было разработано новое положение о мерах и весах появились поверочные палаты во многих городах где осуществлялась проверка на точных всех весовых приборов на исправные гири и весы ставили клеймо пломба из красной меди в 1916 году были узаконены метрические меры а в 1930 в нашей стране завершилась переход на метрическую систему мер с этого времени основной единицей массы становится килограмм а вы думали я буду рассказывать о гиревом спорте да сами гири как спортивный снаряд были известны с конца 17 века в дореволюционной россии упражнения с гирей увлекались такие выдающие силачи атлеты как и вам подобный известный силач поразивший весь мир в конце сороковых годов 20 века гиревого спорта не существовало первые соревнования проведены в 1948 году на всесоюзном конкурсе силачей в котором приняло участие более 200 тысяч человек победитель оказался черноморский моряк анатолий васильевич портопопов поднял двухпудовую гирю это 32 килограмма тысяча два раза первый чемпионат мира состоялся только в 1993 году вот такая история нашей железяки а сейчас отправляемся на коп приятного вам просмотра вот это да кто-то здесь гиревик был не зря у него такие вот ножички тут ребята такие вот ножи так камера немножко значит такие вот ножи и вот такие вот гири ваще на ништяк да кто здесь копал андрюха да да не докопал а сначала михалыч скопал тот траншея михалыча потом андрюх счет копал поднос туда убежал здесь вот вот такая чумовая находка конечно же она будет чиститься но металл она сдаваться не будет ребята конечно может быть и зря она тяжелая ладно посмотрим классная вещь еще классно ребят у нас находка пуговка орлянка расскажется новым пуговка она в африке пуговка но я решил снять из-за того что здесь вот где была пуговка смотрите какая тяжелая кружка кружка блин это у нас медная наверное латунная такая тяжелая вообще увесистый кружка так и черная керамика вообще ништяк круженцы зима вот из него будешь пиво пить но она тяжелая реально плен прям вообще я пуговку привяжу цепь на нее да вообще ништяк ништяк находочка чистый чистый смотрите даже женёк зашурпить итак ребят пришло время с вами попрощаться но и по традиции показать то что я накопал из интересного интересное конечно было две находки прям но поразили меня немножко поразили так что сейчас все будем загружать в багажник один у меня поедет на заднем сиденье потому что еще металлолома набрал кучи вот так что смотрим что он капал но по находкам ребята получилось как-то вот так вот скромно сегодня но интересно вот такой-то забили крестиков вот этот крест вообще шедевр еще раз повторюсь 17 18 век вот именно вот из-за этого оглавия вот крест был мощевик здесь вот клеились моща святых интересная вещь по монетам ничего сверхъестественного всего-навсего три царя две по копейки и вот этот я вот не разглядел это копейка копейка александра вот и причем здесь копейка знаете орел тетерев значит 1810 год монета датировали искусств монет пятак 38 четвертый четвертый чет 30 какой-то и 46 трешки медно-никелевые монеты и копейки двушки сопутка за интересно вот такая вот фигулина красивая и запонка и образок ребят образок из толстого металла чистка покажет как мы сохраним ну и конечно же ребята нагрузил металлолома из-за этого металлолома king у меня поедет со мной салоне под кондиционером металлолом интересны чем вот этой вот супер находкой это у нас гиря богатыря надо будет датировать информацию вам приложить по этой находке дальше ну железо тяжелое как бы есть несколько топоров вот такой топорик но обычный вот такой топорик тоже обычный а вот это уже не обычный это я так понимаю ну один из ранних наверное плотницкий вот так вот валы здесь у меня тяжелый такой груз мелочевку накинул в это ведро и мелочевку закинул в это ведро получилось принципу металла неплохо причем ребята копайл не металл это все с фундаментов ну пожалуй наверное сейчас мусор соберу здесь облагорожу кинг у меня уже устал и поедем путь дорожку всю ночь работали трактора не давали поспать ну ладно пацаны все уехали михал еще рано утром уехал пацаны полчаса назад в общем хорошо все ребят всем пока до новых встреч на копе в полях и Субтитры сделал DimaTorzok